Музыка Всем привет, Grateful Dead Ну, Grateful Dead, оно, конечно Но сначала я хочу, естественно, поблагодарить вас за то, что смотрите меня Слушайте мои монологи и, самое главное, комментируйте их Это очень интересно наводит меня на мысли На самые разные И не скажу, что только на хорошие На плохие тоже Но плохие я гоню прочь А оставляю в копилке своего глубинного мозга Только хорошие Поэтому пишите, будем общаться Обсуждать нашу любимую музыку Это очень здорово Код Grateful Dead В стародавние времена, когда мы все ходили на толчок То есть на черный рынок И менялись пластинками Продавали их, покупали Grateful Dead Относили к разряду колобах Ну, так же, как и Такие ничтожные группы, как Крим Такого, так сказать, забухрышного музыканта, как Джимми Хендрикс Такую никому не нужную дудочную группу, как Чикаго И прочее, и прочее, и прочее Что позволило Многим любителям музыки, в том числе у меня Собрать приличные коллекции Покупая эти самые колобахи Которые являются на самом деле Лучшими записями рок-музыки Мировой Действительно Краеугольными камнями Современной музыки вообще Вообще современной музыки всей Потому что рок-музыка В том виде В котором она Существовала в 60-е, 70-е 80-е, 90-е, нулевые И 10-е, 20-е годы В том виде Она оказывает огромное влияние на Музыку вообще На всю Симфоническую Какую угодно И на культуру В целом В целом И в частности их тоже Ну, так вот Вот эти самые колобахи Я вернусь К ним Это на самом деле В определенном смысле Нам очень повезло Я показывал Третий альбом Гритфул Дэд А Окса Максова Называется он В определенном смысле Нам повезло Потому что За копейки Удавалось Покупать Очень хорошие пластинки Которые сейчас Стоят безумных денег Я не знаю Там Ну В те годы На толчке Скажем там Тот же самый Киф Хартли Бэнд Например Тоже можно было Купить рублей за 20 Наверное Никому не нужно А сейчас Я Не помню Я в Германии Покупал Два альбома Киф Хартли Бэнд За довольно Приличные деньги Так Серьезно Это все было А Сколько это стоит у нас Сейчас я и не говорю Вообще То же самое касается Гритфул Дэд Ну Можно понять Конечно Потому что Эта музыка Она Ну не ложилась На То Девственное Ухо Советских Молодых Меломанов Потому что Музыка Это замешано И на Американском Кантри Да Другого Кстати и нет В природе На Кантри На Блюзе На Фолке На Джазе На Рок-н-ролле Который тоже был не очень популярен Между прочим В России Несмотря на все Там Стиляжные Телодвижения На Этнической Музыке Не побоюсь этого слова И все это Сдобрено было Сверху Препаратами Которые слегка Изменяли сознание Иногда и не слегка При этом Музыка Это была Несмотря на то Что Достаточно Структурирована Гритфул Дэд Она все-таки При структурированности Своей Она была Импровизационна Ну так же Как и джаз На самом деле Джазовые Импровизации Они все равно Все равно Опираются На определенную Структуру Написанную Заранее Придуманную Написанную Отрепетированную Не повесить этого слова И конечно Все мы Воспитанные На музыке Ну Битлз Роллинг Стоун Само собой Но дальше Там Дипепл Блэк Сабль Плэд Зепплин Конечно Это было В диковинку Как-то диковато Все это слушать Но Тем не менее Те кто прорывались Туда В эту В эту В этот Безбрежный Лес Мировой музыки А это Мировая музыка Действительно И Те получали Невероятное удовольствие Продолжили получать До сих пор Но я заболтался В общем Крэйт Фул Дэд 69-й год Третий альбом Замечательные Команды Которые Которые являются В Америке Вообще Национальным Достоянием Не просто Какие-то Хипаны Это не просто Какие-то Хипаны Как многие Могут подумать Которые Собрались И стали Бринчать Что-то на гитарах Импровизировать Что-то там Такое Это музыканты Были достаточно Опытные Очень хорошо Играли Все на инструментах На множестве Инструментов Очень хорошо Пели Потому что Вокальные гармонии С самого начала У них Будь здоров Какие Советские Вея Могут В общем Где-то Даже отдыхать Спокойно Хотя там С пением Тоже все в порядке Было У этих самых Вокальных Инструментальных Ансамблей Наших Но Здесь парни Поют Настоящие Гармонические Такие Штуки Ого-го Будь здоров Что называется Ну и Начинали они Как группа Warlocks Warlocks В свое время Потом Warlocks Трансформировались В Great Full Dead И парни Играли в свое удовольствие В свое удовольствие Играли концерты Половина концертов Бесплатных Треть концертов Поддолжалась Там От 4 до 6 часов Нравилось Ребятам нравилось Играть А это самое главное Это самый Кайф Когда люди выходят И бесплатно Играют концерт Который идет 6 часов Это жизнь Музыка Это жизнь Так они Так они и жили В конце концов Их мастерство Их мысли Их образ жизни Появили к тому Что у них появился Спонсор Не буду говорить Про него Это отдельная история Появились Кое-какие деньги Концерты Стали приносить Деньги Потому что Не все они были Бесплатные И Гритфулдот Стали записывать Альбомы Про первые два Альбома Я расскажу Потом Отдельно Ну Начнем со второго Второй Andem of the Sun Он Уже был Такой альбом Альбом У группы Появился Восьмидорочный Магнитофон И они Оттянулись По полной схеме Восемь каналов Дали возможность Заниматься И импровизацией И сложными структурами И так называемой Психоделией Все там было хорошо Ну а Третий альбом Это 69-й год Аокса Максова Слово Это ничего не значит Слово Это придумал Дизайнер обложки Обложка Это считается Одной из лучших Вообще В мировой музыке Она очень интересная Придумал дизайнер Это полиндром Который читается И Соответственно Слева направо И справа налево Аокса Максова Такое слово Просто название Альбома И здесь У группы появился Уже 16-ти Дорожечный Магнитофон Что Чуть не подломило Их совершенно Потому что Они сели в студии Записывать новую Пластинку Новый альбом Записали Практически Весь материал И тут Притащили им Новинку От Компании Ампекс Вот этот самый 16-ти канальник Музыканты Посмотрели на него Покрутили Ручки И поняли Что все надо Переписывать И стали переписывать Всю музыку С самого начала Процесс этот Занял Несколько месяцев И группа Влезла В дикие Долги Потому что Студийное Время Стоило Денег И Что-то Там 120 Или 160 Тысяч Долларов Стоила Эта Запись В общем Долги Были Колоссальные Пришлось Им После Этого Сразу Срочно Выпускать Концертный Альбом Про Который Я расскажу Обязательно Это Шикарная Пластинка Грейтфул Дед Лайф Называется Она Но Про Аокса Максова Значит 16-канальный Магнитофон Виртуозное Владение Инструментами Прекрасное Пение Фантазия Безгранична И препараты Изменяющие Сознание Тоже в наличии Были всегда Потому что Препарат Под названием ЛСД В то время Был легальным В Соединенных Штатах Америки Ничего страшного В его употреблении Никто не находил А Пожалуйста Приноси Употребляй И Пари Сознанием Куда хочешь Но это не мешало Хорошо играть Тем не менее Вот этим парням И В общем Если вы не хотите Слушать Грейтфул Дед Никогда в жизни И И Хотите Оградиться От этой музыки Навсегда И никогда До этого не слышали Начните с песни What's become of the baby Это предпоследняя вещь Это бокалис С Обрамленный Странными шумами С использованием 16 дорожек Дикий эффект И непонятно Вообще ничего Причем Полотно Достаточно длинное И Иногда там Теряешь даже Нить То ли это Обратная запись То ли это Прямая запись Ничего Непонятно Вообще О чем поет Что Что такое происходит Полный хаос Но К этому Надо подойти Потому что Все остальное Здесь просто Божественно Пластинка Состоит из Великолепных Песен Можно даже Этот самый Воззбеком Можно Закрыть глаза Открыть уши И слушать Пускай будет Потому что Все остальное Настолько Шикарно Сент-Степен Первая Вещь Начинается Как будто С Пробы С поиска Тональности С какой-то Настройки Как оркестр Сонирует Не режет Слух Они все Очень Приятные Можно так Сказать Они все Очень Доходчивые Очень 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 Естественные Но при этом Сопровождение Музыкальное Хотя это Никакое Не сопровождение Это все Вместе Музыка И пение И гитары И бас-гитары Безладовая Здесь Два Барабанщика Клавиши Гитара Гарсии Фантастическая Совершенно Один из Величайших Гитаристов Наверное Рок-музыки В принципе Хотя он Везде Играет Почти везде Играет Восьмыми То есть Не быстро Но так Интересно Так Необычно Так Неожиданно Так То джазово То роково Как угодно То как-то Совсем по-своему Вне каких-то Правил Вне канонов Но при этом Никакой фальши Никакого Ухода Куда-то В дебри В какие-то Хотя дебри Нормально Все там с дебрями Но Но все Безумно красиво И неожиданно И странно И все Все очень разрежено Все инструменты Слышно Акустическая гитара Очень громкая Одноголосая Играет И одноголосая И арпеджио Там и все Все дела И электрическая гитара Которая беспрерывно Играет Просто Одноголосые партии Гарсия Гарсия И так Это все Вместе Укладывается Чудесным образом Такая Изысканная Вязь И мелодия Голосовая Все время Она все время Меняется Она все время Меняется И все время Остается красивой Бас-гитара Играет С первого Такта До последнего Все время Разную музыку Без повторений Без Играет Отдельную Партию Вокруг Основной Темы Барабаны То же самое Как в джазе Играют Свою Партию Вокруг Основной Темы Никакого Вот этого Вот этой Машины Никакой Нет Но при этом Все в ритме Все держится Все качает Хотя Темп То замедляется То ускоряется То неожиданные Стоп таймы Возникают Потом Продолжается Песня Просто слушаешь Как это Вообще Как такое В голову Приходит Вот это Электрическая Песня Сент-Степен Сент-Степен Потом Дюприз Даймонд Блюз Еще более Интересная Штука Хотя Это Совсем Никакой Не Блюз А какой-то Такой Мелодический Рассказ На фоне Вот этой Гитарно Клавишно Барабанно Басовой Вязи Которая Непонятно Куда Тебя Ведет Потом Понимаешь Что Понятно Куда Ведет Вот Она Привела Туда Куда Чего Ты Оказывается Все Здорово Розмари Почти Акустический Номер С Заобработанным Вокалом Очень Красивым Космическим Дон Дэрэк Дуэн Дэтрэк Точнее Следующая Песня Вроде Быстрая Иногда Кусочки Буги Даже Какие-то Возникают Проявляются Потом Буги Заканчиваются Начинаются Опять Гитарные Вот эти Штуки Чудесные Космические Психоделические Как угодно Можно их Называть И Голосовые Конечно Выплывающие Уходящие Гармонии На фоне Основной Вокальной Партии Которую Поет Тоже Гарсия Здесь На Альбоме Mountains Cat Sunflower Вот это Сумасшедшая Игра Гарсии На гитаре И Непонятно Как Придуманная Гармония Но Красивая Естественная Логичная Что Оказывается Неожиданностью Потому что Кажется Ну никакой Логики Нет Но Все Укладывается В Конкретную Хорошую Необычную Самодостаточную Песню С таким Звуком Которого Нет ни одной Другой Группы В мире Не было Нет И я думаю Что не будет Greatful Dead Я обожаю И буду Про них Говорить Все время Часто И много А пока Пойду пить Пока